И мы будем вместе создавать твои мечты. Новый гимн на предприятии ОДК Кузнецов сочинили сразу к нескольким знаменательным событиям. В этом году производству исполнилось 110 лет, и оно продолжает развиваться. Открылись сразу три новых корпуса. В их хорошем техническом оснащении убедились первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артиков, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, генеральный директор ОДК Александр Артюхов и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Считаю, что на самом деле благодаря тем людям, которые в то время здесь работали, и сохранилась преемственность и, собственно говоря, компетенции, которые сегодня и сейчас крайне востребованы нашей страной. Президент отметил ваш труд, ваш вклад в развитие не только обороноспособности страны, но и экономики. Считаю это заслуженно. И поздравляю вас с этим замечательным праздником. Считаю, что у вас все еще впереди, вас еще будут неоднократно поздравлять в будущем. Спасибо. Сегодня, конечно, предприятие иное. Сегодня предприятие по праву, на мой взгляд, можно сказать, переживает второе рождение. И абсолютно справедливо была отмечена роль руководителя Алексея Алексеевича Соболева. Это, конечно, еще одна точка роста для всей губернии. Уважаемые коллеги, уважаемые труджинники предприятия, наши уважаемые надежные партнеры, я всех от души поздравляю с юбилеем. Новый участок инструментального производства площадью почти 2500 квадратных метров будет выпускать оснастку инструменты, предназначенные для сборки деталей и узлов ряда индустриальных двигателей. В корпусе сварки разместились девять участков, позволяющих вести пайку, сварку и нанесение защитных покрытий. В технологическую цепочку здесь встроена и установка 3D-печати. А вторая очередь корпуса компрессора включает в себя участки для механической обработки деталей компрессора, плазменного и детонационного напыления и контроля качества деталей. Я хотел бы поблагодарить весь коллектив, потому что понятно, что это наши совместные усилия по преобразованию завода. И сегодня мы уже, как я сказал, можем гордиться немножко настоящим, но самое главное, что у нас еще с вами очень прекрасное будущее, над которым мы работаем и реализацию которого приближаем. Также к 110-летию предприятий приурочили и вручение федеральных и региональных наград. Медалями и грамотами отметили несколько десятков сотрудников, которые особо успешно выполнили поставленные задачи. В наше время надо уже двигаться вперед и на основании того задела, которое создали наши предшественники, создавать новую современную конкурентоспособную технику, которая будет соответствовать лучшим мировым образцам. На предприятии на достигнутом не останавливаются. На разных стадиях уже ведется строительство новых корпусов, а также производится модернизация и оптимизация уже действующих цехов для повышения производительности и безопасности своих сотрудников. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.